Привет! Уже не доктор на связи и в этом видео я научу вас пользоваться кошельком TronLink, который по сути является некой версией MetaMask для блокчейн-сети Tron. То есть MetaMask для эфира подходит, а вот для Tron – TronLink. Соответственно, этот кошелек может превратить ваш хром-браузер или ваш мобильный телефон в Web 3.0-браузер, который может взаимодействовать со смарт-контрактами. То есть, проще говоря, с помощью этого кошелька можно не только хранить криптовалюту Tron и все токены на его базе, но и взаимодействовать со смарт-контрактами в блокчейне Tron. Я это видео записываю по той причине, что стартует смарт-контракт Endotech. Это, вероятнее всего, будет самый популярный в мире смарт-контракт за всю историю существования блокчейна, потому как это действительно феномен. Это очень крутая разработка, которая позволяет зарабатывать и по партнерке, и по матрице, и по переливам, и по пассиву. И, в принципе, компания уже много лет работает и показала свою высокую эффективность. И некоторые версии ее бота, как вы видите, дали более 41 икса в долларе за весь период, чуть больше двух лет. Даже учитывая, что 2018 год был достаточно сложный для рынка криптовалют. И, соответственно, годовая доходность здесь в среднем составляла в одном из лучших вариантов их бота больше 2100%. Это реально очень крутая тема, но сами они осторожно обещают, что будет примерно в среднем доходность около 300%. Хотя, послушав выступление президента данной компании, доктора Анны Бейкер, я понял, что доходность, скорее всего, будет выше. В принципе, можно посмотреть всю историю их начислений, доходности конкретно по их архивам. И ссылочки на эти вещи я оставлю в описании. Ну а мы тем временем приступим к изучению кошелька Tronlink. Вообще, я хочу сказать, что для работы со смарт-контрактами подойдут не только Tronlink, может даже подойти кошелек Clever или Tron Wallet. Но, на мой взгляд, Tronlink самый надежный. Для тех, у кого есть Trust Wallet, к сожалению, он не поддерживает работу с дабсами на блокчейне Tron. Поэтому вам в любом случае придется устанавливать один из этих кошельков. Ну, будем разбираться на примере кошелька Tronlink. Со всеми остальными, по сути, там все одно и то же, все одинаково. Я выбрал Tronlink по той причине, что в нем есть как браузерное расширение для браузера Chrome, то есть его можно установить на десктопы, на ваши ПК и ноутбуки, а также можно установить на мобильные устройства, будь то планшеты или телефоны, как на базе операционной системы Android, так и на базе iOS. К этому кошельку я уже составил текстовые инструкции, которые написал на сервисе Telegraph. И на обе эти инструкции у меня есть две инструкции непосредственно по работе со самим Tronlink и как его пополнить. Допустим, если вы никогда не работали с криптовалютами, как пополнить с помощью сервиса BestChange, используя свою банковскую карту или любую другую платежную систему. Это в том случае, если вы не умеете пользоваться криптовалютными биржами, разобраться в которых будет несколько сложнее. Это, так сказать, достаточно простой способ, и мы его тоже сегодня рассмотрим, поэтому это видео будет разделено на две части. В первой части я научу вас скачивать и устанавливать Tronlink, а во второй части я научу вас его пополнять. Значит, давайте начнем непосредственно с установки. В описании к этому видео я оставлю ссылку непосредственно на сам официальный сайт данного кошелька, где можно найти все ссылки, то есть и на Android, и на Apple версию, и для расширения для Хрома. Мы, кстати, будем на примере Хрома. В случае с мобильными телефонами там все очень-очень похоже, как вот сейчас мы будем делать только на мобильных устройствах. Вот. Также я оставлю прямую ссылочку на расширение для Хрома, и у меня сейчас он установлен, этот кошелек, поэтому я его удалю и заново установлю. То есть у вас вот так вот будет переходе по той ссылке. Будет вот Tronlink, кнопка установить. Нажимаем на нее, нажимаем установить расширение. Тут же в панели расширений у вас появится этот кошелечек. Сразу же появится сообщение, что нужно на него нажать. Значит, нажимаем на эту иконку, и первое, что вам нужно придумать, это пароль к своему кошельку. Этот пароль будет храниться непосредственно на вашем компьютере для получения доступа только на вашем компьютере. То есть если вы установите свой кошелек, будете импортировать с помощью приватных ключей на другой компьютер, там придется придумывать новый пароль. Поэтому его нужно запоминать, но даже если вы его забудете, то, собственно, ничего критичного не произойдет. Придумали, нажимаем continue. Далее у нас есть выбор. Нам нужно либо создать новый кошелек, либо восстановить его из уже действующей сидфразы. Допустим, вы когда-нибудь ранее уже создавали кошелек, или у вас кошелек был в другом приложении создан, в клевере в том же, вы можете взять ту же мнемоническую фразу, или сид-ключ, или приватный ключ, и уже с помощью них восстановить. Также есть функция подключить кошелек холодного хранения, то есть такой, как Ledger, например, вот как у меня. Это самый безопасный способ. И самый простой для новичков, я советую, да, но он не самый безопасный, но тем не менее, если все делать правильно, как я сейчас буду объяснять, все с вашими криптовалютами будет в порядке. Нажимаем кнопочку create. Здесь мы должны придумать название для своего кошелька. Ну, я стандартное свое название буду использовать. Нажимаем continue. Тут вот самый важный шаг. Здесь необходимо запомнить 12 слов. Это и есть мнемоническая фраза. Я сейчас сфотографирую все это дело к себе на телефон, но вы так поступать не должны ни в коем случае. То есть вы должны терпеливо взять два листочка бумаги, и на каждом из них в порядке очереди слева направо по строчке, вот четыре строки, по порядку записать эти слова. В правильном порядке и без ошибок. В двух экземплярах. Не на компьютере, не скопировать их куда-нибудь на компьютер, не на телефон сфотографировать, а именно записать. Да еще и так, чтобы вы сами не забыли, куда вы это записали, чтобы вы правильно записали, и чтобы никакие третьи лица не нашли именно эти ваши слова. Потому как, если у кого-то эти слова будут, он сможет получить полный доступ к вашему кошельку и всему, что в нем будет когда-либо находиться. Поэтому в такой ситуации вы сможете помахать ручкой всем своим активам криптовалютным. Другой вариант, если вы, не дай бог, потеряете эти 12 слов. Что будет тогда? В таком случае, при удалении кошелька с вашего компьютера или переустановке его, без этих слов вы не сможете получить никогда в жизни больше доступ к своему кошельку. То есть здесь нет такого понятия, как потерял пароль, восстановить пароль. Нет. Блокчейн ошибок не прощает. Если вы потеряете эти 12 слов, вы больше не сможете получить доступ к своему кошельку. И, соответственно, все, что в нем будет храниться, также будет для вас навеки вечно и потеряно. Вот поэтому я делаю на этом моменте большой акцент. Так что внимательно. Записали на листочек бумаги? Молодцы. Нажимаем кнопку continue. Дальше система попросит нас вести в порядке то, что вы записали все эти слова в правильном порядке, чтобы удостовериться, что вы действительно их записали, а не решили отложить это дело на потом. Поэтому нажимаем на слова в нужном порядке. Если вы ведете их в правильном порядке, то кнопка confirm загорится синим цветом и вы можете продолжить. Нажимаем confirm. Все. На этом процесс создания кошелька можно считать завершенным. Я вас поздравляю. Мы здесь видим, вот в самом верху TRX. Это и есть наш заветный трон, криптовалюта Tron, которая нам понадобится для участия в смарт-контракте проекта Endotec. Потому что он будет на блокчейне Tron и принимать к оплате за покупку пакетов будет только криптовалюту Tron. То есть мы можем нажать на этот кошелек. Видим, что здесь нулевые балансы. И первое, что мы можем заметить, у нас здесь в самом верху есть адрес. Он здесь записан в сокращенном варианте. Вы видите, он здесь не помещается. Поэтому посерединке есть три точечки. Но если мы нажмем на этот значок, вот этот справа, то он у нас скопируется полностью. Если вы хотите удостовериться, что вы копируете полный вид адреса, нажимаем на кнопочку receive и здесь мы увидим его полностью. Вы его можете выделить, скопировать. Или же нажать на кнопочку копировать аккаунт. Этот адрес по сути является вашими реквизитами. То есть, если вы хотите пополнить свой кошелек криптовалютой Tron, вы должны либо с другого кошелька, либо с криптовалютной биржи вывести, соответственно, криптовалюту Tron и указать вот этот свой адрес. И именно таким образом Tron попадут уже на этот кошелек. Либо же, как мы будем рассматривать сегодня, с помощью этого адреса прийти на какой-то онлайн обменник, отправить там, например, рубли или гривны, или тенге, или доллары, там, с карты, или с PayPal, или вообще с другой платежной системы, либо какую-то другую крипту отправляете. И обменнику вы должны будете указать именно этот адрес, чтобы он вам мог выслать криптовалюту Tron. Мы это, собственно, подробнее все рассмотрим. Другим важным аспектом, который я хотел бы рассказать сегодня, это, конечно же, создание дополнительных кошельков в рамках одного приложения, в рамках одного кошелька. Сделать все это очень просто. Вот видите, значок такой бумажник с плюсиком. Нажимаем на него, и здесь у нас есть снова три кнопочки. Create, Restore, Hardware. Все то же самое, что я описывал в начале. Create, создать новый кошелек. Restore, восстановить из приватной фразы или сид фразы. Из приватного ключа. Вот, или подключить Ledger, например. Нажимаем кнопочку Create. Опять же, мы придумываем имя. И здесь все точно так же. Там другое имя придумываем. И снова нам предлагается сид фраза. Мы ее, опять же, берем листочек бумаги, записываем. Не делаем так, как я. Потому что сейчас я для быстроты, так сказать, просто делаю фотографию. И процедура повторяется. Снова мы по порядку вводим все эти слова. Ввели правильно. Нажимаем Confirm. И вот он у нас уже второй кошелечек создан. Видим Капитал и Капитал 1. И мы можем быстро между этими кошельками переключаться. То есть нажимаем сюда на плюсик. Мы здесь, опять же, можем создавать сколько угодно кошельков. Импортировать сколько угодно кошельков. И быстро между ними переключаться. Для чего это вам может понадобиться? Если вы захотите, скажем, собственными аккаунтами создать мультиаккаунты. И собственными аккаунтами защитить более крупную квалификацию для получения большего дохода в компании Endotec, вам понадобятся совершенно разные кошельки. То есть, по сути, в смарт-контракте вашим аккаунтом, по сути, будет являться ваш кошелек в троне. Если вы захотите создать еще один аккаунт, то вам понадобится другой кошелек. Соответственно, для этого не нужно там несколько устройств. Все в рамках одного кошелька, одного приложения. Можно создавать сколько угодно много кошельков. Вот. Теперь самое важное. Нужно же каким-то образом все это дело теперь пополнить. Значит, есть уже вторая инструкция текстовая. Я не буду в полной мере ее сейчас повторять вновь на видео, делать обмен. Но все это делается очень просто. В описании к этому видео будет ссылочка на сайт bestchange.net. Это, по сути, такой агрегатор обменников. Такой сайт, который скомпоновал в себе, собрал все тысячи обменников. По сути, как вы приходите в банк, там есть обменник. Валют, фиатных валют. Доллары, фунты, стерлинги продаются. И рубли, гривны меняют. Вы можете прийти и поменять все это вживую. Здесь все то же самое, только через онлайн. Вот такие уже есть обменники. И этот сайт, он их группирует и сортирует по необходимым вам параметрам. Самое главное здесь части, это, по сути, вот эта часть левая. Столбцы отдадите и получите. И правая часть, это выдача результата. Как вам уже наверняка понятно, во вкладочке отдадите, вы выбираете ту платежную систему, за которую хотите купить криптовалюту Tron. Здесь их неимоверное количество. Начинается данный перечень с криптовалют. Здесь есть как биткоин, так и биткоин св, и биткоин кэш, и дэш. Их очень-очень-очень-очень много. Следующим идет раздел электронные деньги. Здесь уже Kiwi, WebMoney, различные. Payer, PayPal, Paxum и так далее. Их очень много разных платежных систем. Коды криптовалютных бирж можно также использовать. И вот самое распространенное, для кого будут особенности полезна эта инструкция, это покупка криптовалюты Tron с помощью интернет-банкинга. То есть различные банки здесь представлены, как русские, так и украинские, так и казахские банки. И, по-моему, даже белорусские банки. Вот, поэтому я буду показывать на примере банка Тинькофф. То есть я выбираю банк Тинькофф. Если вам нужен приват-банк, то, соответственно, вы уже здесь ищите приват 24 доллара или гривны. Если вы своего банка здесь не нашли, то здесь есть разделы абсолютно любых банков на другие валюты. То есть есть как доллары, рубли, евро, гривны, белорусские рубли, тенге и так далее. Польские злоты, по-моему, это, да, PLN. Я не во всех этих аббревиатурах разбираюсь. Во всяком случае, здесь практически все направления, какие хочется вам, все здесь есть. Даже есть денежные переводы. То бишь там, как золотая корона, юнистрим, маниграм и так далее. Ну, вот я думаю, что с популярной, с самого популярного направления будут Тинькофф и Сбербанк. Я буду показывать на примере Тинькофф. Значит, слева мы выбрали, отдаем Тинькофф и мы хотим за него получить что? Правильно, криптовалюту Tron. Нам нужно здесь в разделе криптовалюты найти Tron в скобочках TRX. Ищем, ищем, ищем. И вот он у нас, Tron в скобках TRX. Это и есть наш криптовалюта Tron. После того, как мы выбрали позицию в левом и правом столбике, отдадите, получите, нам система автоматически выдаст перечень всех криптовалютных обменников, которые меняют деньги в нужном нам направлении. То есть Тинькофф, рубли на криптовалюту Tron. В самом верхней части будет расположен самый выгодный курс для нас. И уже чем ниже, будет курс менее выгоден. Так мы видим, что в самом верху самый дешевый Tron по курсу 2.29 у нас здесь продаются. А самый дорогой, вот даже есть обменник, который хочет за одну монетку больше 3 рублей. Но это совсем уже сумасшествие. Поэтому, естественно, выбираем тот, что повыше. Главное, что смотрим, здесь написано, минимальный обмен от 5 тысяч рублей в данном обменнике Vitality и максимальный 250 тысяч рублей за одну транзакцию. И смотрим также на резерв. Всего у них к продаже сейчас наличие есть 558 тысяч Tron, что где-то, наверное, тысяч на 15-20 долларов. То есть если вы хотите большую сумму, то вам нужно будет искать обменник с большим резервом. Ну и, конечно же, в эти рамки тоже нужно помещаться. Вот здесь от 5 до 100 тысяч рублей обмен, от 10 до 300 тысяч рублей разовый обмен есть и так далее. То есть внимательно тоже на это смотрим. Ну и, конечно же, можем поглядывать на отзывы. Хотя отзывы у всех обменников здесь обычно хорошие. Плюс почти все операции прикрывает и страхуется непосредственно сам сервис BestChange. То есть у меня в жизни было один или два раза, когда возникали проблемы с обменником. То есть на протяжении последних 6-7 лет, сколько я работаю с BestChange. И каждый раз проблема решалась в мою пользу благодаря сервису BestChange, потому что он все-таки заботится о своих клиентах. Вот. Допустим, выбираем самый выгодный обменник. Вот, кстати, курсы поменялись. И сейчас вот какой-то есть Евробит, есть AllCash. Я вчера делал текстовую инструкцию на базе как раз-таки обменника Евробит. Вот здесь вот текстовая инструкция у меня все указано. Когда вы нажимаете, у вас перебрасывает на сайт обменника. Здесь, по сути, ничего сложного нет. Все они практически одинаковые. Во всех у них вы увидите две графы. Отдаете и получаете все то же самое. Тоже выбираете здесь вашу платежную систему. По умолчанию должна стоять Тинькофф. Тот выбор, который был у вас на BestChange. И справа трон. Соответственно, вы, допустим, вводите сумму. Допустим, 100 тысяч рублей нам нужно обменять. И мы сразу же автоматически видим, сколько мы монет трона получим. В данном случае 43 553 монеты. Ну, и я не буду сейчас здесь повторять эту операцию, что делал вчера. Я просто покажу, как это выглядит в моей текстовой инструкции. То есть я ввел. Я реально сделал обмен на 5 тысяч рублей. Ввел, значит, эту сумму. Далее меня перебросило на окно, где мне необходимо было заполнить все необходимые данные. Ну, вот давайте даже здесь попробуем. И здесь вот есть поле адрес кошелька Tron. Вот непосредственно вот этот вот адрес, который мы с вами создали. Его нужно вот здесь нажать на кнопочку Receive. Скопировать. Вот этот вот, по сути, вот этот адрес его нужно ставить вот сюда. Также указать свой email, свою карту банка. 16 цифр и фамилию, имя, отчество. Все вставляете, нажимаете на кнопочку Далее. В следующем окне вас попросят пройти верификацию. Вот есть большинство обменников при обмене денег с банкской карты покупки криптовалют. Попросят верифицировать вашу карту. Это действие одноразовое для каждого обменника. То есть если на каком-то обменнике вы уже однажды верифицируете свою какую-то карту, то в последующем от вас этого больше требовать не будет. Верификация проходит очень просто. Вот вам необходимо просто на фоне сайта обычно сфотографировать свою банковскую карту. И чтобы номер заявки также был виден. Вот я ниже поставил пример, как я это сделал. Я специально, когда скидываю такие фотографии на обменники, я всегда затираю дату срока окончания карты и средние 8 цифр. И, собственно, отправляю потом в таком виде, принимаю такие фотографии, чтобы видно был сайт. И в течение обычно 1-2 минут верификацию вам подтверждают. И потом уже после того, как проверка карты будет произведена, выдают вам реквизиты именно того банка, который вы указали. Вы просто заходите в свой интернет-банк, вводите номер карты, смотрите, совпадает ли получатель, отправляете нужную сумму. И на самом сайте нажимаете на кнопочку «Я оплатил». Вот там есть кнопочка вот такая вот «Я оплатил». Нажимаете на эту кнопку и все. Ждете, пока обменник подтвердит получение средств от вас. И указанная сумма в криптовалюте будет у вас уже на вашем кошельке TronLink. И, по сути, вы уже будете абсолютно готовы к тому, чтобы работать со смарт-контрактами. Теперь буквально пару слов скажу об обратном обмене. Когда вы будете зарабатывать ту же криптовалюту Tron в данном проекте, вы делаете просто обратные действия. То есть, если мы раньше покупали Tron, то сейчас мы хотим, допустим, Tron продать и получить за него рубли. То уже просто в первой колонке отдадите, указываем Tron, а в правой колонке получите, указываем уже тот банк, который нам нужен. Или, допустим, ту же самую платежную систему. И видим то же самое. Перечень обменников и предлагают они разные курсы. Насколько курсы выгодные и насколько сильно они отличаются? Примерно где-то полтора процента комиссии берут себе обменники. Можно сравнить разницу курсов на сайте CoinMarketCap. Так, например, сейчас официальный курс Tron согласно среднему размеру на разных биржах 2 рубля 25 копеек. Вот, допустим, на BestChange, если мы будем продавать Tron, нам дадут за один Tron чуть больше 2 рублей 24 копеек. То есть 2, 24, 15. То есть курс отличается, конечно, в менее выгодную длину сторону, но не так, чтобы сильно. И нужно учитывать, что это вход в рынок криптовалют. За него тоже нужно платить. Если вы будете, можно, конечно, купить на Binance напрямую. Там комиссия будет чуточку меньше, но тоже будет составлять где-то примерно те же 1-1,5%. Но, допустим, заморачиваться с Binance, если вы не умеете им пользоваться, для этого мне нужно будет делать для вас отдельную полноценную инструкцию и только этому посвящать все видео. Если вы опытный пользователь, то, конечно же, можете купить напрямую на Binance, но имейте в виду, что комиссия там будет примерно похожая и будет ограничение на покупку. То есть там достаточно суровые лимиты. То есть очень много вы там криптовалют из карты не купите. В отличие от такого способа. Теперь буквально пару слов скажу, как примерно будет выглядеть покупка пакетов в проекте Endotech, когда он стартует 15 декабря. Для этого я сейчас импортирую собственные кошельки, с которыми буду участвовать. Вот, собственно, один из моих кошельков, с которого я часто принимаю участие в смарт-контрактах на базе блокчейна Tron. И вот с помощью этого же кошелька я принимаю участие в JustGame. Это другой смарт-контракт. И здесь у меня в этой игре уже больше миллиона трон набежало, что на текущий момент где-то около 35 тысяч долларов. Я отсюда их снимать пока выводить не буду. Я отдельно купил еще на 35 тысяч долларов трона на бирже. Я перед стартом проекта их сюда на кошелечек переведу. И буду с этого дела покупать себе пакеты в Endotech. Как это будет происходить? Ну, потому что у вас не было там непонятки каких-то. То есть там будет просто как сайт, вот как этот. То есть он может быть с другим дизайном будет. И там будут пакеты. Вот, как на слайде, допустим, у нас есть пример, да, что мы будем видеть в интерфейсе некий замочек. И чтобы этот замочек снять, нам нужно купить пакет. И там будет кнопочка купить и стоимость, да, то есть 200 долларов там, 400 долларов. Нажимаем купить. И у нас, собственно, покупается вместо в матрице. И часть денег уходит в трейдинг. И мы получаем с этого пассивный доход. А потом с матрицы тоже получаем сразу же по маркетингу различные награды. Ну, и если просто объяснить в двух словах, как это будет выглядеть, возьмем даже тот же самый смарт-контракт JazzGamer. И, допустим, я хочу купить здесь ящиков, да, допустим, на 68 трона. Ну, как для примера. Вот представим, что это будет кнопка купить пакет в проекте NDTag. Вы нажимаете, у вас выскакивает вот такое, в данном случае, в случае там с хромом, да, с решением TronLink, выступает такое окно, оно будет похожим. Нажимаем подтвердить, send via TronLink. И у нас здесь слева откроется вот такое вот окошечко с подтверждением данной операции. Нажимаем accept. Все, ждем, возвращаемся в наш сайт. Видим галочка, что операция подтверждена. И мы сейчас вот увидим, что транзакция пройдет. Вот она прошла. И у нас видим наш логин. Транзакция прошла, и у нас купились ящики. Ну, в данном случае ящики, а в случае с NDTag будет куплен краундфандинговый пакет, как это правильнее сказать. Вот, то есть ничего абсолютно сложного нет. Но хочу еще раз повторить, что если вы будете использовать браузер, в котором не будет такого расширения, то ничего у вас делать не получится. В мобильных телефонах, если вы будете на мобильный телефон устанавливаться TronLink, вам необходимо будет пользоваться браузером, который будет не на вашем телефоне отдельным образом, а браузером, который будет внутри приложения TronLink. Вот как на этом скриншоте я показал. Здесь, если на телефон установите, внизу будет вот такой раздел. Браузер. Собственно, вы на него нажимаете, и там будет адресная строка, и сюда вы должны будете скопировать ссылку с NDTag, и нажать на синюю кнопочку. И будет, в принципе, все то же самое. Вас перебросит на сайт, вы там нажмете на кнопочку купить, автоматически запросит подтверждение операции. Вот. Подтверждаете ее, пакет у вас будет куплен. То есть, абсолютно ничего сложного нет. Примерно время по созданию кошелька, вы видите, это около 2-3 минут. Пополнить его, это еще примерно минуты 3-4. Сама регистрация и участие в NDTag займет у вас около минуты. То есть, кажется все очень сложным, но на самом деле все предельно просто. Ну, а на этом у меня все. И если вам нужны будут вот эти текстовые инструкции, то смотрите описание. Я их туда сразу же наверх помещу. И обязательно, обязательно добавляйтесь в наш командный чат Daisy. Здесь у нас будет доступна ссылочка, прям на старте. Раньше всех она здесь будет доступна, чтобы вы в числе первых, прям не то, что первых, первыми будут также люди, которые займут через месяц, через 2 и через полгода. Но вы в данной ситуации будете вообще самыми первыми. Поэтому добавляйтесь к нам в наш чат и ждите запуска проекта, ждите регистрации. Все, в общем-то, я желаю вам удачи, жирного профита и использовать эту крутую возможность. Всем пока. Да, кстати, если видос полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажмите на колокол, чтобы новые видосы не пропускать. Спектрочный, пока.